Меня зовут Дмитрий Ефименко. В текущий момент времени я живу и работаю в Киеве. Сам я коренной харьковчанин. Занимаюсь я тем, что я создаю методологии команды за деньги. И IT за деньги я занимаюсь уже более 18 лет. Почти 19 в этом году. Я последние семь лет занимаюсь тем, что шарабанишь по чужим карманам и перекладываю чужие деньги из кармана в карман. Семь лет я занимался, подымал продукт, который является одним из самым лидирующим на территории СНГ по комплексу услуг по платежам банковскими картами. Сейчас это такое огромный клевый продукт, в котором можно все. И интернет эквайринг, и платежи через самообслуживание, карты лояльности, электронные платежи, топливные карты и все-все-все-все. То есть очень интересная штука, много безопасности, большая нагрузка, чужие деньги. Очень много всяких прикольных историй случалось. Если кому интересно, потом расскажу. Сейчас я занимаюсь практически тем же самым. Я работаю в сфере интернет-банкинга. Интернет-банкинга для юридических лиц. Собственно, чуть-чуть дальше я расскажу немножко. Я называю себя инженером. Я решаю чужие проблемы. Ко мне приходят, говорят, есть какая-то проблема, мы не знаем, как сделать. Я решаю чужую проблему, я придумываю способ, как это сделать. Я собираю людей и взращиваю из них команду и взращиваю для этой команды методологию, которая сделает то, чего хотят заказчики, то, чего хотят идеологи, то, чего я хочу, потому что я работаю в продуктовой разработке и я сам генерирую идеи для продуктов. Самым наилучшим образом, на пике своих возможностей. Я также являюсь играющим тренером. Я не верю в тренерство как таковое. То есть, людей, которые ходят по берегу бассейна, по бортику бассейна, рассказывают, как плавать, я не верю. Есть хорошая восточная притча, что прежде, чем советовать кому-то, как жить, ты должен обуть его обувь, одеть его одежду, пройти его дорогой, прожить его жизнь. И тогда ты имеешь право ему рассказывать, как жить. Поэтому я рассказывать буду не о какой-то там мистической динозаврологии, которую я прочитал в книжках. Я буду рассказывать о том, что я делал, делаю и планирую делать каждый день. Также я являюсь остервенелым продуктологом. То есть, я категорический сторонник продуктового принципа разработки. Чем он отличается от аутсорсинга? Практически ничем. Но только ответственности больше, больше пенальти, но больше фана, интереснее люди. Продуктовая разработка отличается только тем, что в ней больше небезразличных людей, которые не пришли поменять некий объем времени на некий объем денег. Они пришлись к тебе сделать мир лучше. То есть, они вместе с тобой делают мир лучше. На моих выступлениях, если возникает непреодолимая жажда подвидеть, то можно видеть вот сюда. А теперь о целях. Какие у нас с вами сегодня цели? Я хочу поделиться взглядами на такую абсолютно непрозрачную, недетерминированную и аморфную штуку, как система управления качеством. О которой очень многие говорят в приложении к аутсорсингу, к продуктовой разработке, к OPD модели аутсорсинг, product development. Но никто не знает, что это такое. То есть, если инженеры начинают формулировать, что такое система управления качеством, то они это формулируют. Ну, например, если они привыкли проектировать и разрабатывать в стиле domain-driven design, то они начинают. Это вся совокупность объектов, артефактов, практик, методологий, людей, подходов и так далее. Если это чистые MBA-щики, они начинают это формулировать по-своему. Вот. Собственно, я предложу свое видение, что я подразумеваю под системой качества. Ничего там нового нет. Это просто синтез из общеизвестных, общеприменимых практик, которые я сам применяю. То есть, о том, что я не применял и о чем я знаю только в теории, я рассказывать не буду. Поэтому, если вы ожидаете услышать о какой-то супер-купер модной, хитро выкрученной современной методологии, которая только-только в становлении, нет. Я не буду про нее говорить, даже если я про нее знаю, я ее возьму через некоторое время и из нее сделаю что-то клевое, что-то свое. Собственно говоря, подавляющее большинство айтишных проектов делаются приблизительно вот так. То есть, это закон жизни. Независимо от того, насколько высокая культура производства, обязательно рано или поздно случается такой момент, когда объем технического долга и объем методологического долга... Кто слышал понятие методологический долг? Технический долг, я уверен, слышали все. Методологические долги. Методологический долг это та грязь, то же самое, что вы грязните в архитектуру, но та же самая грязь может случиться в ваших подходах. Ну, например, вы договорились, что вы применяете там слайсинг девелопмент. Каждый день вы релизитесь микрорелизами, у вас все красиво, у вас все замокано, у вас вся несуществующая функциональность заглушена и тестировщики, либо роботы начинают это все проверять. Но вот наступает момент, когда вам хочется сделать чуть-чуть больше. И вы говорите, ну, один день мы можем пропустить, второй день мы можем пропустить, третий день мы можем пропустить. И через 2-2 недели ваш слайсинг девелопмент рассыпается. Вы пытаетесь устроить технологические каникулы, начинаете догонять, но тут вам приходят люди бизнеса и говорят, да что же вы творите, у нас там продажники сидят. Давайте все-таки допустим, что в интересах бизнеса мы можем отойти от тех договоренностей о способе работы, которых вы достигли, как команда. И все, и пошло-поехало. Там договорились, там уступили, в результате через год люди, которые создавали методологию, смотрят, а у них нечто такое непонятное, аморфное и совершенно непривычное. Поэтому методологический долг – это штука, которая очень часто страшнее технического долга. Почему? Потому что технический долг, ну мы все-таки инженеры все, мы можем извернуться. А методологический долг, он очень сильно завязан на взаимоотношениях с теми, кто дает деньги. Соответственно, вот очень часто, когда я нанимаюсь куда-то на работу, я ставлю такое условие, что у меня должен быть карбланш, что я за ваши деньги не буду давать вам ошибаться. То есть я буду вредным, нехорошим человеком, который не даст вам закончить ваш проект вот таким вот способом. Потому что благими такими намерениями всегда дорога в ад услана. Но такой способ окончания проектов зависит не только от того, что бизнес требует внести какой-то методологический долг в проект или продукт, а потому что подавляющее большинство разработчиков, ну как вы все прекрасно знаете, они сразу не заморачиваясь пишут легоси-код. Вот. Ему даже не надо деградировать. Они сразу варят большое ведро макарон. И они сразу применяют из коробки тот замечательный метод на отвяжись. Да, есть такая методология разработки. На отвяжись. Вот. Вот. Соответственно, проекты и продукты требуют каких-то капитальных переделок. И в результате система качества это такая интересная штука, которая направлена не на воспроизводство качества, потому что классическим определением системы качества является вот совокупно всего-всего-всего, да, вот для того, что стены. Вот какого цвета стены, как расположены столы. То есть все, что составляет компанию. Все люди, подходы, практики, ресурсы, деньги, интеллектуальные ресурсы, которые направлены на воспроизводство результата. И уже в компания, и в бизнес, или, ну не важно, назовите как хотите, договариваться, что такое результат для нее, что такое для нее качество. Так вот, очень часто система качества, которую строят многие компании, айтишные компании в том числе, она направлена не на воспроизводство результата, а на получение хоть какого-то результата для того, чтобы отчитаться перед инвесторами, хоть как-то закрыть финансовый год и так далее, и так далее, и так далее. И во многом это вина как бизнесменов, которые допускают методологический долг, так и инженеров, которые допускают технологический долг. Как этого не делать? Как быть жесткими, несгибаемыми? Сегодня мы будем говорить. Все при этом декларируют, что качество они обижать не будут, что качество это наш няшняшный котенок, мы его все любим, гладим и так далее, и тому подобное. Но никто этого не делает на самом деле. Ну не делает. Итак, что такое система качества? Кстати, какого настроения Шелдон? Какого настроения Шелдон? Просыпаемся. Да, абсолютно верно, у него зеленая футболка. Собственно говоря, что такое система качества? Есть такие, не самые неизвестные на этой планете люди, зовут их Эдвард Деминг и Фредерик Шухарт. И вот то определение quality assurance и quality control, которое в 1973 году выдала компания IBM, которым мы, к сожалению, пользуемся до сих пор, что quality control это сравнение полученного продукта с эталоном, а quality assurance это жгучее беспокойство, зуд в ногах, чтобы сделать этот процесс лучше. То есть улучшить процесс сравнения, сделать его более дешевым, более качественным. Они посмотрели и сказали, вы что? Это же IT, это же совершенно другой мир. И в 1977 году выдали свое определение quality assurance, quality control, которое все толковые тестировщики обязательно выкапывают в умных книжках, что quality control это, понятное дело, сравнение с эталоном, а вот quality assurance это забота о продукте. Не о процессе сравнения эталона и полученного результата, а забота о продукте. И они даже выдвинули такую концепцию, что если вы продаете товар за 100 долларов, то через год вы должны либо за 80 долларов продать тот же самый товар, либо за эти 100 долларов какой товар предложить? Лучше. Иными словами, эти два перца взяли, и кто не слышал слово лин, кто не слышал слово кайдзен, канбан и так далее. То есть эти два перца взяли и заложили фундамент для теории бережливого производства, которое теперь считается наше все. То есть вот такие два замечательных человека. И они ввели такое, кроме понятия quality assurance, quality control, они не только для IT, они для бизнеса в целом его вводили. Они ввели такое понятие, как быть на коне. Что такое бизнес? Это ваш корабль в штормовую погоду плывет по океану. И ваша задача балансировать мячиком на палубе. То есть любой бизнес, неважно, это производство мостов или разработка программного обеспечения, это все время баланс. То есть система качества, это не более чем набор всего чего угодно, хоть шаманских подходов, хоть компания, которая позволяет вам мячик удержать на палубе, и которая позволяет вам соблюсти принципы нормального бизнес-подхода. Американский принцип быть на коне, что ты через год, через два, через три актуален, востребован рынком, хуже того, ты этот рынок формируешь. Для этого тебе нужно всего лишь мелочь. Делать так, чтобы твои товары либо были лучше, и люди были готовы их покупать за эту же цену, либо ты мог взять и эту цену свободно, без уменьшения прибыли, без нарушения своих стратегических планов, снизить. Потому что эффект серийного производства тебе дает такой замечательный эффект. И я с ними полностью согласен. То есть придумывать что-то, какие-то сложные, тяжелые формулировки, мне кажется, излишне, это, иными словами, делать все, что угодно, лишь бы мяч был на палубе. Вот что такое система качества. Естественно, как любое событие, как любой процесс, потому что система качества – это процесс. Это не объект и не артефакт, это процесс. Какое классическое определение процесса? Ну, например, физического процесса. Версии, у кого есть. Давайте просыпаемся, просыпаемся. Состояние со временем. Правильно. То есть время, состояние. Точка входа, точка выхода. Точка выхода, точка выхода. Прекрасно. Время, состояние, точка входа, точка выхода. Что еще? Чего не хватает? Средовощи. Абсолютно верно. Среда. Чего еще не хватает? Программисты, просыпаемся. Хорошо. Какая парадигма программирования применяется вами каждый день? Объекты. Если есть состояние, состояние не могут быть в воздухе. Они не могут быть сами по себе. Состояние – это всегда состояние какого-то объекта. Так вот, процесс – это ситуация, когда куча объектов, взаимодействие между собой, летят в пространстве и времени, к единой цели, при этом их взаимодействие постоянно меняет их состояние. Собственно говоря, в системе качества самое главное – это определить, с какими объектами вы хотите работать, какие состояния вы хотите привести, как они между собой будут взаимодействовать. То есть, когда говорят, у нас есть система качества, но не могут сказать, как построен процесс взаимодействия между различными объектами, не участвующими, если брать IT-компанию, компанию по разработке программного обеспечения, участвующим в таком замечательном процессе превращения идеи в продукт. Какой основной риск программного обеспечения? То, что байт-код не рождается сразу. Для того, чтобы он появился, его усилия мысли мы не можем создать. Чтобы он появился, нужно сделать много всяких интересных телодвижений. Иногда эротичных, иногда не очень. Соответственно, если у вас не описано такое содержание, какие объекты участвуют, какие они принимают состояние, нет у вас никакой системы качества. Это не более чем аудит первого уровня. Кто когда-нибудь сталкивался с аудитом компаний-разработчиков программного? То есть, кто знает различия между аудитом первого уровня и аудитом второго уровня? Аудит первого уровня, это когда приглашается какая-нибудь крутая контора типа McKinsey. Они там неделю ходят, их кормят, возят, поят рестораны и так далее, и так далее, и так далее. Потом они выдают вот такой отчетик переплетенный в кожу, красивый в рамочке палисандрового дерева сертификатик и уезжают. Это все. Это маркетинговая шелуха, буншит для того, чтобы VP или SEO, или CTO, или любой О могли махнуть шашкой. Вот у нас тут McKinsey. Это первый уровень. Второй уровень, это когда они заезжают уже в суровые практики, заезжают на полгода и живут вместе с командой внутри, и это все варится в отдельный борщ, и это стоит совершенно другие деньги. То есть, если нету содержания, но у вас что-то описано, и из этого содержания непонятно, как эти объекты взаимодействуют, значит, вы построили систему качества первого уровня, то есть липового. Все это должно быть системно. То есть, вы должны любой объект, любой процесс, любое состояние объекта, любую цель рассматривать через призму вашей системы качества. Как вы хотите добиваться результата? Почему так, а не иначе? Есть очень много прикольных практик на эту тему, потом можем поговорить, как обеспечить системность, но одним словом это можно выразить, одной фразой, делай это всегда и везде. Есть такой хороший литературный анекдот 19 века про одного генерала от конной артиллерии, а это такие гвардейские части, кровь с молоком, все дела, у которого в 85 лет родился сын очередной. Очередная жена и очередной сын. И все же такие, кто же, кто же, кто же офицеров славного полка постарался? Но тогда не было генетической экспертизы. Подрастает мальчик, который, ну вот, как две капли воды на папу, а папе уже 85, все же такие, ваше превосходительство. Ну как? Если вы хотите делать что-то хорошо, делайте это постоянно. То есть вы же постоянно ходите каждое утро или каждый вечер чистите зубы, вы следите за своим здоровьем, вы постоянно кушаете. Почему же вы постоянно не делаете те вещи, которые вам позволяют делать мир лучше, позволяют заработать деньги? Система качества должна быть равновесной. Должна быть целая цепочка целей, которые вы должны для себя определить. И все эти цели должны позволить вам добиваться того результата, который вы хотите получить. Как правило, это заработать денег. Мы все работаем не в благотворительных организациях, мы суровые парни и дамы, которые зарабатывают деньги. Соответственно, должно быть подчинено зарабатыванию денег. Но не любой ценой. Должно быть равновесие между усилиями, прикладываемым результатом и горизонтами планирования. Кому знаком термин горизонт планирования? Горизонт планирования это когда вы для себя определяете, вот я хочу в ближайший месяц сделать вот это, я хочу сделать в ближайшие полгода вот это. Все более размытая картина, потому что мы все прекрасно знаем, что длительное планирование это бесполезно. То есть точное планирование это месяц. Дальше, огрубленно, 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 вот там и применяются все вот эти практики, о которых я говорил. Взвешивание, отсечка по результату, отсечка по времени и так далее. И, соответственно, чем дальше горизонт планирования, тем у вас размытие. И где-то в стратегии вы там планируете захватить галактику в 12 часов утра, дня точнее. Соответственно, тут должен быть баланс между тактикой вот сейчас на ближайший месяц, объемом усилий, которые вы потратите. Этих усилий не должно быть слишком много потрачено, чтобы вы могли дальние горизонты осуществить. Будет еще прикольный слайд про любой ценой. И, соответственно, если брать разработку софта, то это прежде всего экономное расходование интеллектуальных усилий. Нужно делать именно то, что нужно. Вот здесь и сейчас, для того, чтобы достичь ближнего горизонта. Если не будет этого равновесия, то то ли отдельный человек, то ли отдельная команда, то ли компания целиком выгорают и уходят из рынка. В лучшем случае продаются, в худшем случае исчезают. Связанность с системностью, еще раз, это надо делать постоянно. Как только вы начинаете себя уговаривать, что вот у вас вроде бы все хорошо, и вы можете где-то допустить грязь, вы закладываете огромную мину, огромную бомбу под свою команду, под свой бизнес. это должно быть гибко. Под гибкостью обычно подразумевают ориентирование на заказчика, что мы можем быстро адаптироваться под требования заказчика, что мы разрабатываем продукты, которые легко и быстро под заказчика перепиливаются. Это ложь. Адаптивность софтверной компании это способность быстро менять свои процессы. Потому что чудес не бывает. Если компания не может внести изменения в продукт, как таковой, в программный код, то это, извините, прочь с пляжей. Вот сразу. Потому что если делается что-то жесткое, тяжелое, то это уже сразу неконкурентно способно. Это изменить код просто. Даже архитектуру достаточно просто поменять, если большая толпа людей, одни доводят текущую версию, другие ушли разрабатывать новую архитектуру. Ну, например, всплыли какие-то неизвестные обстоятельства. Например. Адаптивность заключается в способности изменить процессы, способности изменить подходы, способности изменить систему ценностей, но не продукт. Продукт это следствие. Причина, вот она. Способность, умение, настрой, навыки, компетенции. То есть, весь тот котел, который составляет программинскую компанию. Безусловно, для построения хорошей системы качества. Что такое хорошая система качества? Которая работает, которая воспроизводит результат, которая выдает ожидаемое. Да, что, неважно, взят проект из совершенно новой предметной области, там, раньше занимались, грубо говоря, информационными системами, а здесь полезли, там, в прогнозирование аналитическое. Да, в бизнес интеллигенсе. Раньше тут было просто, справочники, связи, блаблабла, а тут уже пошла бигдата, пошли сложные вычисления, вероятностная теория и так далее, и так далее, и так далее. Да, это трудно, это тяжело, это займет, может, больше времени, но это поднимаемо. Если есть желание, практики, навыки, система качества, которая обеспечит воспроизводство. То есть, компания выдает ожидаемый результат. Может выдать дольше его, может выдать не такой, а какой-то другой, но он ожидаемо хорош. Без зрелой команды это сделать нельзя. А также бизнес должен быть построен на приоритизации вытягивающих принципов. Кто знает, что такое вытягивающие принципы? Вытягивающие принципы это такая шикарная практика. Кто читал трилогию Цель Ильяху Голдрата, ныне покойного? Кто знакомился, может какие-то тренинги, может в качестве саморазвития теории ограничений? CRF Constraints. О! Тогда я не понимаю, как вы могли не читать три основных книжки создателя теории. одного из. То есть, вытягивающий принцип это такая хорошая практика, которая заключается для разработчиков софта. Я не буду приводить какие-то абстрактные примеры. Вот собирается команда, чего нам не хватает, чтобы релизиться завтра? И всплывает столько интересного, столько нового. Вы здесь и сейчас садитесь с заказчиком и определяете вот тот минимум, иными словами, это Minimal Value был продакт. Тот самый, который тоже наше все. Который позволит вам выйти на рынок и рынок захватить первыми. Уменьшить Time to Market. А для любой продуктовой компании это очень актуально, потому что пока ты там пилишь фишечки, печенюшечки, водка, дамы, патефон, конкуренты вполне вероятно уже свою деплой систему настраивают. Уже билдятся более-менее финально. Поэтому вытягивающие принципы плюс приоритизация. То есть надо делать только то, что нужно делать. И вот тут отдельный разговор сейчас будет. Какова итоговая цель такой системы качества? Кого какое мнение? Мы строим систему с вот такими характеристиками, с такими признаками, которая должна уметь вот это. Какова ее цель? мы уже говорили о принципе непрерывного производства. Можно ли? Мы получаем предсказуемость. Мы можем планировать на будущее. Плюс мы уже имеем какой-то минимальный порог качества. А еще самое главное мониторинг это все. Да. мониторинг это обратная сторона воспроизводимости. Ты не можешь оценить воспроизводимость, если ты не мониторишь. Что еще? Что для любой компании означает либо смерть, либо успех? Вопрос выживания. Развитие. Эволюция. То есть система качества, которая не заглядывает в будущее и не говорит о том, какими мы должны быть через полгода, через год, чего мы хотим добиться. То есть цель. Все время мы повышаем, повышаем планку. То есть система качества, которая не направлена на развитие, эта система умирающая. Почему? Мы будем еще отдельно говорить, потому что деградирует все. В том числе и система качества. Вы сейчас построили систему качества, вы ее не развиваете, ваш лин рассыпается через год. Потому что пока вы сидели на попе ровно и ждали, когда оно само что-то там появится, ваши конкуренты научились работать так, что они теперь свои телефоны продают не за 80 долларов, да, стоят 100, а через год 80, а за 60. И вы сидите большую лапу посасываете. И мы видим такие примеры на рынке, да, куда делся HTC. Флагман в свое время. Вау-вау-вау-вау-вау. И так далее. Вы не хуже меня можете массу примеров привести. Итак, я предлагаю сейчас мы немножко померяемся чем-нибудь, вот, и после этого сделаем небольшой перерыв. Потому что я вижу некоторые лица требуют дозы кофеина. Знаете этот анекдот, да, когда после недельного марафона программеры поздыхали все и в отчете во вскрытии было в физрастворе кофеина гемоглобин лейкоциты не обнаружено. Вот сейчас я так чувствую надо делать. Итак, поехали меряться. Продукт, о котором я рассказывал, большой сервис по платежам банковскими картами через интернет и в сфере самообслуживания, он большой. он очень большой. У него огромное количество тестов. Год назад было 7624 тестов, но я теперь больше в нем не работаю. Теперь им не меряться нечем. Теперь у меня пока только два релиза и тестов там всего десяток. Но вот Тарас говорил, что он меня пригласил для того, чтобы я рассказал о своих ачивках. Как раз у меня через полгода пилот и я так думаю, что там будет о чем рассказать. И самое плохое в этом продукте это то, что токсичная среда, высококонкурентная. Ты сидишь на шпагате между бизнес-то-бизнес, то есть крупными ритейлерами и бизнес тукастами, между конечными пользователями, которыми вообще хочется все усилия мысли. И все вот эти страшные штуки по безопасности это отвратительная вещь. Ты работаешь с железом, потому что ты работаешь с сетями с обслуживанием, вендинговым железом, посттерминалами. А все кто работает с железом? Никто не работает? Хорошо, я вам так поспрашиваю ваших коллег, если вы найдете человека, у которого хоть раз железка заработала так, как написано в инструкции, не верьте ему, это ложь. Так не бывает даже с обычными принтерами, даже с Canon, который размножен в миллионах экземплярах, ты берешь у него, делаешь к нему из веб-приложения на Zulu какой-то JavaScript API, пытаешься дернуть статус и все, и ты начинаешь с этим разбираться. Про более сложные железки я вообще молчу. Это драконовские стандарты безопасности, потому что согласно действующего законодательства Гейб, который раскладывает деньги, процессит карточки, обязан хранить пять лет всю информацию. То есть за пять лет там миллионы, миллионы и миллионы всяких чувствительных данных. Соответственно это PCI, PA, DSS, постоянные аудиты, ежеквартальные, полугодовые, полные и годовые с ресертификацией. Это постоянные геморрой с диплойментом, потому что unmaintainable сервера, то есть сервера, которым доступ осуществляется через гипервизор, в гипервизоре, в гипервизоре, в гипервизоре. То есть лейтенци между тем, когда ты ввел команду и когда она начинает просто проявляться в консоли сервера, составляет уже секунды или десятки секунд. и при попытке любого доступа эти сервера разваливаются, то есть диплоймент таких продуктов, он достаточно геморройдарен, скажем так. Те, кто занимались диплойментом и полностью автоматизированной сборкой, когда у тебя есть одна болванка и куча скриптов сборки, и ты говоришь, вот соберите мне 36 ног, каждый из которых выполняет вот такие, вот такие, увяжите их в одну сетку, разделите их на DMZ и так далее и тому подобное. Тот знает, насколько это увлекательно. высокая конкуренция, как я уже говорил, потому что все хотят платить карточками, все хотят уйти от наличности, все придумывают всякие клевые фишки и токсичное окружение, вот то самое окружение в процессах. Это банки, потому что я не встречал еще банка, у которого бы документация на его АБС, тестовая среда, интеграционная среда и боевая среда работали одинаково. Это 4 разных среза, и каждый раз ты узнаешь что-то новое и интегрируешься. Плюс различные прикольные системы бронирования, то есть мирового класса системы, они написаны давно. И ситуация, когда тебе какой-нибудь Амадеус отвечает в течение 130 секунд, а он билет на Гавайи забронировал или нет, а потом какой-нибудь букинг еще тебе через 60 секунд отвечает, а виноват всегда ты, потому что для пользователя это твой софт, твой интерфейс, и вот он на твой спиннер смотрит и ненавидит тебя, то чисто эмоционально это тяжело, потому что лучи добра постоянно летают тебе в печень, она периодически увеличивается, надо это дело заливать, то есть никакого здоровья не хватает, очень агрессивная среда. с точки зрения здравого смысла и просто опыта, все, что мы делаем, мы делаем из-за того, что мы неправильно определяем порядок работы, все, что плохое у нас случается, неважно, мы строим какие-то процессы, мы разрабатываем программное обеспечение, мы делаем ремонт, из-за того, что мы неправильно расставили приоритеты. Позвольте остановиться на этом отдельно. Как правило, когда ты вводишь, например, упрощаешь приоритизацию, начинаешь баловаться разными квадратами, хорошая, старая, достаточно, американская практика, у кого есть дети, вам нравится их обучать через таблицы, схемы, упрощенные квадраты, двухмерные, нет? Или мне? Окей. Кому нравится? Нет? Не пробовали? Попробуйте. Есть отдельный пластметодик, который позволяет детям легко визуализировать сложные вещи, объяснять их простым способом, рисовать, грубо говоря, на бумаге. И, собственно, очень давно инженеры, ну, еще не было тогда софтверных инженеров, тогда самым сложным сооружением на земле являлись корабли. Вот. Они придумали такую штуку, как категоризация работы по интересности. Первое, это самая интересная работа, когда никто не знает, как ее делать. Для любого инженера это челлендж, это драйв, это фан, это ачивка, которую надо закрыть. Второе, это когда-то делалось, но немножко в другом применении. Теперь эту работу надо сделать еще раз, но развернуть там на пол оборота вправо. То есть, иными словами, уже есть практики и, возможно, даже индустриально стандартизированные практики, как это сделать. Но есть небольшой перчик, что ты можешь это сделать дольше, могут возникнуть какие-то трудности, но, в принципе, проблемы решаемы. И третья работа, которую мы больше всего не любим, и ради чего в командах появляются джуниор-девелоперы, это рутина. Ну как, это же замечательный официальный способ стихнуть все самое неинтересное, учись, молодой. Это рутина. То есть, три категории инженерных задач. Потом пришли бизнесмены, сказали, о, клево, а давайте мы под это подложим еще и понятие бизнес-ценности. Нужные и желаемые. В результате инженеры почесали-почесали репу, как-то вот три плюс два, как-то вот квадрат не получается, поэтому давайте мы из инженерных, из категории сложности оставим только две категории сложности. Понятные и непонятные. В итоге получилось такой набор фич. Нужные, если брать уже в приложении их софтов, что фичи бывают нужные и понятные, желательные и понятные, обязательные и непонятные, и желательные и непонятные. Иными словами, бизнес-вэли, нужные, желательные, обязательные, желательные. тут, о, я опечатался, надо было написать обязательно. Почему меня никто не поправляет? Где перфекционисты? И понятность, непонятность. И приблизительно в таком порядке среднестатистический человек расставляет такие вещи, приоритеты, что сначала он сделает нужные, понятные, потом он сделает желательные, понятные, а потом он возьмется за непонятные штуки. Почему? Потому что еще с древних стоянок, когда самым сложным инструментом человеческой деятельности была палка, повелось, что чего-то такого непонятного мы боимся на генетическом уровне. Это генетическая память. Поэтому мы его откладываем на потом. Иными словами, это что? Нет, есть клевый. Прокрастинацию. Чудово. Знаете как? Расскажите нам про прокрастинацию. Расскажу, но завтра. И про перфекционистов еще мне нравится анекдот. Ты же говорил, что ты перфекциониста, у тебя дома такой срач. Это идеальный срач. Соответственно, среднестатистический человек расставляет, когда ты ему даешь фичи, охарактеризованные вот таким вот простым квадратичным способом, он расставляет их приоритеты приблизительно так. Ну, может быть, у него вот эти переползут. Если он находится при этом у меня на собеседовании, то ему срочно надо делать вот так. иначе я с ним сделаю вот это. Почему? Потому что займусь пошлейшим самоцитированием. Когда-то, сто лет назад, я написал на эту тему даже статью, но и опять же, не я первоисточник, есть такой математик, хантер, это квадрат хантера, квадрат риск, приоритет, это риск value, квадрат, то есть риск это степень понятности, value это степень нужности. Иными словами, приоритет 1 это всегда риски масштаба проекта. Но если задача непонятно, как ее делать, какое вы имеете право не сделать ее первой? Потому что, если окажется, что она обязательно и непонятно, но вы ее в итоге не можете сделать. Ну, например, пришел какой-то Шизик и говорит, я хочу померить ртутным термометром температуру в эпицентре ядренного взрыва. Вы начнете ваять башню для того, чтобы этот термометр разместить, ваять бомбу, подвозить овечек несчастных, а потом окажется, что ртутный термометр в эпицентре ядерного взрыва живет на секунду. Все, проект закрыт. Естественно, если она непонятна, не знаете, как сделать, но она обязательно, вы делаете ее в первую очередь. Потом обязательное и понятное. Именно вот в этих верхних двух квадратах находятся те самые 20% по закону Паркинсона. Знаете закон Паркинсона? Ну, почему меня никто не поправляет? Это же принцип Паретон. Закон Паркинсона? Это сколько порнухи не качай, хард всегда кончится. То есть закон линейного потребления ресурсов. Это принцип Паретон. 20-80. А все остальное, вот приоритет 3, это фича желательна, но не обязательно, это вообще синтетический сахар. Это пользователю позволяет думать, что у него вау, супер-пупер-мега дэшборд с большим количеством функционала. А приоритет 4, когда фича желательна, но никто не знает, как ее делать, и для того, чтобы понять, как ее делать, нужно пройти то же самое, как для фичи обязательной, то это вообще кладбище фич. Ну, статейку можно тут почитать. Вот. Квадрат Кантера. Также потом умные люди взяли квадрат риск-вэлю, еще превратили в квадрат риск-вэлю-кост, потому что задач одинакового приоритета может быть много. И что делать, если их много? Поэтому решили, что если задача очень дорогая, то ее надо делать в первую очередь. А здесь можно, так как все понятно, можно и развернуть это правило для чего? Продукт-менеджер есть? Правильно. Для того, чтобы MVP, вот когда мы вышли из зоны риска, вот сделали все непонятное, риски масштаба проекта превратили в задачи, ю-ху, молодцы, пошли напились. То здесь мы можем уже делать более дешевые задачи, потому что мы их можем сделать больше в результате к моменту выхода на рынок, потому что где-то здесь на втором квадрате как минимум уже мы начинаем щупать продукты руками конечных пользователей, пусть и ограниченной группы. Можно сделать больше, чтобы просто они увидели больше фич. Но тут все понятно, это не рисково. То есть релизиться надо вот МХО посередине вот здесь где-то. Если вы не релизитесь, вы делаете преступление. Вы нарушаете основной принцип agile development. Кто знает основной принцип agile development? Абсолютно верно. Давайте прогадим миллион, для того, чтобы знать, куда вложить остальные 10. То есть все вот эти манифесты, забота о пользователях, на самом деле все гораздо банальнее, брутальнее. Это основной принцип американского бизнеса quick fail. Вот. Собственно говоря, с приоритетами все. Теперь давайте как-то подзалипать поговорим о том, что является непременным, но отнюдь недостаточным атрибутом для любого программного продукта, для любой компании. Это зрелая команда. У каждого свое понимание зрелой команды и поэтому, как я и говорил, я буду делиться с вами видением того, что такое система качества. И вот если делать такой синопсис, то говорить мы сегодня в этом докладе будем о зрелой команде, о системе ценностей этой команды и о жизненном цикле фичи. Вот. Система качества, понятное дело, она пошире, но так как у нас с вами всего лишь 4 часа, из них половина туда, половина сюда, то я выделил самое важное. Итак, чем характеризуется зрелая команда? Вот у вас, кстати, в компаниях, в которых вы работаете, у вас есть какая-то система оценки зрелости. Не вот это там 360 с 500 параметрами, а грубо говоря, вот в бинарном, зрелая, не зрелая. Как вы оцениваете? Или не практикуете такое? То есть, иными словами, когда приходит бизнесмен и говорит, мне нужны самые лучшие люди, вы говорите, вот они. Но это не самые лучшие, это самые свободные. Да? Окей. То есть, ну вы поняли намек, да, что у вас там по квадрату кантора риски масштаба проекта могут пухнуть очень сильно. Окей. Итак, чем характеризуется зрелая команда? У нее есть система ценностей. Не процессы, не правила, не договоренности какие-то записанные на бумаге. Это система ценностей. Это на уровне бумажку в корзинку, за столом кушать тихо, старших уважать, девочек не бить и так далее. То есть, иными словами, ни один процесс не обеспечит вам внутреннего управления. Система ценностей это залог внутреннего управления. Есть масса подходов по внутреннему управлению. Мне нравятся военные подходы, потому что бизнесовые, их описывают MBA-ные люди, они пишут толстенные книжки, ты сидишь, тратишь время, продираешься через дебри этого сложного языка, и потом вычерпываешь оттуда какой-то мизер. Мне нравятся военные. Они понимают, что они работают, что самый квалифицированный солдат это бывший крестьянин. Самое сложное, что он до этого держал в руках, это лопата. Ну, в зависимости от региона проживания это еще может быть мотыга. Поэтому система ценностей должна быть сформулирована просто. Есть куча клевых методик, философии управления. Вот я написал некоторые, у меня их были в свое время доклады на Джайл Бейс Кемпе, посвященные и Ауф Тракстактинг. Это немецкая философия управления, которая базируется на чем? Если говорить военным языком, что если вам нужно взять сортир номер 15 в деревне Гадюкино, причем захватить его целым, то лучше всего это может сделать не генерал, это может сделать фельдфемель какой-нибудь, в худшем случае лейтенант. И он лучше всех знает, какая именно обстановка вокруг этого сортира. А генерал он далеко, его задача обеспечить необходимые ресурсы, которые у него этот лейтенант запросит, когда оценит ситуацию. Перед лейтенантом ему не надо ставить задачи, ему не надо давать приказы. До этого германская армия использовала цубефель тактик. Знаете, цубефель. Вот. И ему надо говорить о намерениях. Нам бы хотелось, чтобы этот сортир был наш. Твои проблемы, как ты это сделаешь? Что тебе для этого нужно? Вот. СМИАК это практически то же самое, но только в интерпретации морской пехоты США. Ситуэйшн, Мишн, Экзекьютив, Контрол и Эй, Атефакт. Вот. То есть практически то же самое. Вот. Я сейчас произнес, да, Ситуэйшн, Мишн, то есть предусловие, цель, действие, результат, взаимодействие. То есть, иными словами, это структура идеального тест-кейса, да, который мы потом легко автоматизировали. А Трай-Ишит это придумали израильтяне. Они эпически облажались в 67-м году, когда все разведчики знали, что война будет. Но было столько косвенных призм, противоречивой информации, что пойти к премьер-министру и сказать, ты знаешь, будет война, вот попой чувствую будет, все побоялись. Поэтому, когда арабы капитально вломили, и израильтяне отплевались, отхаркались кровью и вломили в ответ, премьер-министр потом позвал пару десятков генералов и сказал, WTR, что это за ерунда такая, вы извините, прошляпили нападение, они же не Германия, вы не Советский Союз в 41-м. Как же так? Ну, они там поковыряли, ну, понимаете, вот у нас тут поступали сигналы, от кого поступали сигналы? Ну, вот от того, снимай погоны, отдавай ему. То есть, в чем заключается этот принцип? Иерархии нет. Любой лейтенант может зайти к генералу, там, открыть дверь с ноги, потому что они ввели такую практику, что по результатам боевых действий награды получают офицеры званием не выше полковника. Генералы и так уже добились, чего могли. Их задача обеспечить бэкграунд, обеспечить ресурсы, обеспечить всем тех людей, которые непосредственно воюют в поле. Приходит и говорит, у меня в части дорожки не покрашены, трава серая, небо не голубое и дым кривой. Все, беда. Так воевать, работать, жить не можем. И через год он имеет право прийти и сказать, а у меня дым по-прежнему кривой. То есть, это принцип осознанной ответственности. Неважно, на каком месте иерархии ты находишься, но если ты видишь гэ, ты как минимум ставишь табличку гэ. Как максимум ты приходишь и говоришь, вот там гэ, давайте чинить, я готов. Или я не могу, у меня другая задача, но тут гэ. Она у меня через две недели начнет держать. И так далее. Много всяких таких прикольных, простых, сформулированных простыми словами у военных полезных штук. Хотя считается, что военные дуболомы. Это не всегда так. У зрелой команды есть понимание готово и есть понимание ценности. И что самое парадоксальное, оно совпадает с пониманием готовой ценности заказчика. Потому что, что такое готового разработчика? У меня компилица. Что готового у тестировщика? На тестовой среде такой-то версии тесты прошли. А у заказчика это, извините, денежки покупали в карман. Поэтому зрелая команда всегда думает о том, что такое готово, что такое цена. И она все время синхронизируется об этом с заказчиком. Для зрелой команды понятие роста это всегда понятие бережливой разработки. Это не какие я технологии записал в резюме. Это не какие у нас там потрачены. Мы сделали проект пять с половиной тысяч человеко-часов. Это все должны сказать «Вау! А мы 15! Вау! А мы 25! Мега вау! А что хорошего-то? Чего вы сделали реально, что изменило этот мир? И рост это не потраченное время. Это решенные проблемы и достигнутые результаты. Эта команда гибкая и она работает над ошибками. Это не скрам-зомби, которые ну они действительно работают над ошибками. Они не стесняются приходить и говорить «Реально я сотворил Ге, я не знаю, как это сделать, как решить, помогите». Или наоборот «Вот я сотворил Ге, я думаю, что надо делать так, ваше мнение». То есть команда меняет свои практики, подходы и процессы. Она это делает постоянно. Эта команда постоянно занимается приоритизацией, потому что исходя из бережливости, она боится сделать не ту работу, которую нужно. Это просто смерть, потому что не та работа, не та работа, это даже мем в продуктовых командах, в зависимости от культуры общения в команде. Степень матерности различается. Это та штука, которая в дальних горизонтах планирования лишает тебя более широких мониторов, более высоких потолков, вида из окна, толще кошелек и так далее, и так далее, и так далее. Это те деньги, которые ты берешь и просто сжигаешь. То есть не та работа это эпик фейл. Надо постоянно думать о том, что не та работа имеет отвратительное свойство кумулятивного эффекта. Сегодня ты сделал не то на один день, завтра ты не то сделал на один день, послезавтра на неделю, а через год у тебя выкинутый месяц. Просто выкинутый. Поэтому приоритизация, поэтому вытягивающий принцип. Поэтому делаем только то, что нужно здесь и сейчас, чтобы зарелизиться. Не придумываем, как сделать кого-то счастливым, все равно ты окажешься неправ. Все равно ты навяжешь свою субъективную точку зрения. Если ты суперски уверен в том, что эту фичу надо сделать, то ты ее начинаешь обсуждать с заказчиком и тогда она просто превращается в ту, которую вытянули. То есть это не втолкнутая фича, это на самом деле вытянутая фича. То есть ты проанализировал и что-то придумал. Это тоже вытягивание. По методикам анализа ну ладно, предлагаю кулуарные обсуждения, потому что можем залипнуть. В зрелой команде нет менеджеров. В команде есть лидеры. Есть лидеры функциональные, технологические, методологические. Менеджеров нет. Выход в поля это старый японский принцип, там где большие корпорации, там без менеджмента никуда, там нужно свои. Но там есть жесткое правило, что если ты там руководитель какого-то дивижена, то раз в месяц ты одеваешь каску, одеваешь спецовку, выходишь и становишься конвейером. Для того, чтобы полуграмотный какой-нибудь Йося вполне мог оценить, что тот человек, которым он руководит, это не просто человек в костюме с портфелем и с дипломом. Это человек, который знает, как оно внизу. Так вот, зрелую команду не бояться, потому что она выкладывается пусть реже, но зато это действительно инкрементальная разработка. Не просто итеративная разработка, а итеративно-инкрементальная, которая наше все. В чем смысл итеративной разработки? Мы с вами едим по кусочкам. А в чем смысл инкрементальной разработки? Что мы не задохнемся следующим кусочком и не вздохнем, не подавимся им. То есть, каждый последующий релиз не меняет поведение предыдущего с точки зрения правильности работы. Он его меняет с точки зрения развития, но он не вносит баги. Поэтому, когда говорят, у нас итеративно-инкрементальная разработка и 450 открытых еще в бактрекере, извините, это ложь. Это не так. Нету инкрементальности. Вы выкладываетесь и ломаете то, что вы уже сделали. То есть, вы совершаете самый страшный грех на рынке. Какой это грех? Вы дали пользователю, а потом забрали у него. Это же советский принцип, да? Еще Иосиф Виссарионович Сталин говорил, а зачем народу пирожки? Давайте мы у них отнимем все, а потом дадим сухарик, и они будут счастливы. Так вот, поздравляю, вы, Иосиф Виссарионович Сталин вместе с Лавритией Павловичем. Когда вы так делаете? Нельзя так делать, нельзя забирать пользователя. Ну, вы же не украинское правительство, которое сначала забирает, а потом с помпой отдает, да? То есть, сначала там подняли акцизы, потом снизили. Подняли цену за кубометр газа, а потом якобы благородно пересчитали и снизили. Но кто-то уже пересел с пошлого Мазерати на нормальной Феррари. Ну, отлично. Не надо так делать, это преступление. Команда гордится не внедренными процессами, не технологиями в резюме, не человека часами. Она гордится тем, что она делает. Благодаря мне люди имеют теперь возможность строить заправки в центре мегаполиса. Потому что заправка полностью автоматизирована с точки зрения платежей. Это реально круто, потому что если на заправке работают люди, согласно технике безопасности, зона отчуждения 40 метров. И так все нарушают. Я когда вижу, о, АМИК стоит, у которого зона отчуждения полтора метра от бака. То есть, можете себе представить, стоит поток машин и тут этот бак детонирует. Например, с газом. То есть, это как минимум десяток сразу перед всевышним станут. А тут получается зона безопасности для этих людей, которые работают на заправке, она не нужна. То есть, можно купить землю в меньших объемах в мегаполисе. Или там какие-нибудь социальные такси, когда по социальным карточкам можешь в социальном такси оплатить. Социальные такси это очень хорошая практика. К сожалению, в Украине она не применяется, пока она распространяется по странам СНГ. Это когда муниципалитеты закупают низкопольные коммерческие минивэнчики, в которые легко заходить людям либо пожилым, либо вообще на инвалидных колясках. И они могут расплатиться своими социальными карточками, которые, как правило, в банке только для выплат. И так далее. То есть, гордиться нужно тем, что ты сделал, а не тем, как ты это сделал. Потому что, ну, бессмысленно гордиться как, завтра у тебя будет другой проект, как сказал не самый неизвестный в нашей области человек Элистер Коберн, каждому продукту своя команда, каждой команде своя методология. Послезавтра эта методология будет устаревшая. Базовые принципы, да, ими можно гордиться, но лучше гордиться все-таки тем, что ты сделал. Потому что, если ты не имеешь практики превращения идей в рабочий продукт с помощью твоих принципов, ты не можешь подтвердить, что эти принципы правильные. Эта команда оперирует не фактами, а кейсами. То есть, пример из жизни. Случился баг. Ну, отлично, мы неправильно вычисляем. Починили баг, теперь правильно вычисляем. В этом же месте вылезло что-то другое. Мы другое неправильно вычисляем. То есть, борются с внешними проявлениями. Иными словами, только когда уже, прошу прощения за мой французский, чвыркнет из-под ног, когда ты вступил, только тогда ты уже начинаешь что-то делать. Тебя не беспокоит, почему эта лепешка здесь оказалась, почему она такого размера, как долго она здесь лежит и так далее. То есть, ты не работаешь с сценариями пользователя. Почему вообще пользователь идет по этой дороге? Что он тут забыл? У нас же коровы тут ходят, лепешки раскладывают. То есть, команда не борется с фактами. Она нашла бак, она сразу начинает откатывать сценарий, почему этот бак вообще случился, как мы до такой жизни дошли. То есть, не стоит задача просто тупо посерить все в бактрекере. Правильные шахматы. Эта команда никогда не ставит себе дальние горизонты планирования. То есть, знаете, этот анекдот про Каспарова? Когда его спросили, на сколько ходов вы вперед думаете? На два. Ну как же так? Вот там, даже в книжках траектория взгляда гроссмейстера, там вот эта вот дикая мешанина векторов по доске, когда он просчитывает комбинацию. Нет, на два. Бессмысленно думать на больше, потому что ситуация меняется. Дальний горизонт планирования должен быть дешевым и размытым. Сфокусируйся на главном, на том, что сейчас. Ну так как это пока единственный человек, который обыграл компьютер, пусть и не самые совершенные, но тем не менее. Я думаю, ему можно верить с точки зрения аналитики и планирования шагов вперед. Эта команда не боится говорить, нет, да, она не боится, она не держит заказчика в состоянии перманентного счастья. Она его просто тупо, если надо, она его мордой об стол. Если надо, она ему котенка зашила ротмяненького, пушистого. Вот, честность, категорическая честность. Каждый понимает свое место и место команды в целом в пищевой цепочке превращения идеи в продукт. Что, куда тратиться и как потом возвращаются. Если это для команды скрытая ситуация, тут понятно, отвечаю сразу на незаданный вопрос, что есть бизнес всякие особенности, есть. Но я уверен, что и моя практика богатая показывает, что всегда может найтись способ, как одеяло приподнять и как сделать процедуру превращения идеи в деньги более прозрачной для темноты. Ну, чудес не бывает. Люди умеют договариваться. Чем прозрачнее эта картина, тем выше отдача. И самое главное, эти все подходы, они сквозные. Неважно, в продажах, в архитектуре, в тестировании, в кодировании, в дипломе, неважно, они применяются везде. То есть, вот это регулярное постоянство, гигиена. То есть, как только начинаются вот такие отступления, ну, давайте, мы же тут крутые, мы же такие зрелые, да, поэтому давайте. Моя практика подсказывает, что все неудачные билды, которые у меня случались, вот после выхода на определенный уровень, это только потому, что сами нарушили свои же договоренности. Вот не было никаких причин. Там классическая ситуация, как в анекдоте, да, если бы ты имел возможность настучать по заднице тому человеку, который больше всех портит тебе жизнь, ты бы месяц сидеть не мог. То есть, вот всегда так. И дальше я хочу перейти к очень такой, самый, на мой взгляд, важный компоненте любой зрелой команды, это системе ценностей. Дима, можно я контролементу? аутсорсеры сидя, я думаю, внутренний скепсис, да? Ты продуктовок, ты можешь звенять людей, займать людей, которые не не поведают ценностям, не поведают философии команды, как это взагалі вяжется в аутсорс, когда, типа, берут, ты сам сказал, берут не кращих людей, а берут вильных людей. Окей, продуктовок я последние 7 лет. До этого я работал девелотмент-директором в аутсорсинговой компании, и у меня была команда в 120 человек. И работал я по замечательному предоплатному принципу разработки. Кто в таком принципе работал, когда-нибудь? Кто не знает, что это такая предоплатная модель аутсорсинга? Это когда предоплата за следующий проект закрывает факап на предыдущем, потому что предыдущий проект взяли без всякой вероятности выполнить обязательства. Манипулирование. Тут манипулирование, просто вот оценка категории сложности работ и попытка внутри команды разложить, то есть разложить все-таки по категориям сложностей, по способностям людей эти категории сложности реализовывать. И что бы ни говорили, бизнес все-таки, представители бизнеса, они не такие дуболуные, как нам кажется, инженером. и поговорить с ними в ключе ты считаешь, что там дорого брать компетентных, ну давай возьмем некомпетентных. Как это обычно делалось? Взвешивались риски. То есть, если риски проекта это риски компании, уровня компании, ну например, фейл этого проекта это ребрендинг компании. То есть, надо понимать, сколько стоит ребрендинг. То есть, если ребрендинг стоит дороже проекта, то значит все-таки надо попытаться передоговориться с заказчиком. Если таких продуктов как правило несколько проектов у компании, да, конфликт. То есть, значит, что? Значит, размытие. Грубо говоря, там такому-то заказчику мы там вместо команды там 10 сенеров, 10 медлов, мы оставляем 5 сенеров, 5 медлов и нанимаем там полтора десятка, джунов. То есть, вот этот старый добрый принцип разработки, который массового производства, который одна циничная личность широко известная в узких кругах харьковских, он придумал методологию FDD, но не фичи driven development, которые придумал Джефф Делюка, да? Знаете, кто такой Джефф Делюка? О, супер! А, fuck up driven development. И вот он сказал, что он был руководителем одной из таких команд, никнейм у него был Марио, такой здоровый, добродушный человек, говорит, мы все как хомяки, только некоторые хомяки, они посерее, а у некоторых попушистые хвосты, то есть значит просто команды из хомяков с пушистыми хвостами команда становится составной из часть хомяков с пушистыми часть хомяков обычненьких. Вот, иномы словами начинается манипулирование ресурсами и фейл здесь случается эпический фейл случается только в том случае, если бизнес и development идут не рука об руку и это не два параллельных процесса, development начинает манипулировать ресурсами и тасовать команды, чтобы собрать команду, которая пусть не дотягивает, но в какой-то перспективе способна выйти на некий уровень и дотолкать продукт. А бизнес начинает договариваться о перепланировании и отодвигании тех или иных сроков, для того, чтобы у команды появился лаг на развитие. То есть, если два этих процесса не параллельны и постоянно не синхронизируются, Epic Fail будет. Если они синхронизированы, если это совместная работа, причем, как правило, это работа SEO, проект-менеджера и аккаунтента. В классическом аутсорсере, кто такой аккаунт-менеджер? Это, как правило, миловидная девушка с хорошим языком, на котором говорит заказчик, которая с ним дружит, которая ему сладко в уши поет и беспокоится, а как там Мэри и Кристиана, как у них в школе, табель плохой, а Фи-Фи лапка, а у меня вот у кота камни в кочках. Вот и так далее. Которая с ним дружит, а она ему вот в такой подлинной, да, с одной стороны, но правильной манере зарождает, правильные мысли. Пи-Эм, который для него это вот чувак с лопатой на плече, такой весь в кирузовых сапогах, там весь продирается через предметную область, свой такой кондовый мужик, ну и сел, как человек, который рулит этими Пи-Эм, и вот они все между собой эту позицию синхронизируют и начинают капать там то-то-то-то, а потом они продают какую-то технологию, на которую нужно внедрение, и вот за это время, которое мы якобы внедряем эту технологию, мы догоняем то, что мы реально не можем сделать по ресурсам и так далее. О, я слышу, Пи-Эмы начали уже подхахатывать. Вот, то есть, если вы считаете, что в продуктовой компании, которая работает на токсичном рынке, и которая, как правило, меньше числом, потому что в продуктовой компании меньше денег, то у меня меньше денег, реально меньше денег, и людей в ней работает меньше. Вот, и вот представьте, возникает несколько продуктов, которые интересно было бы интегрировать с собой, да, или несколько кастомизаций. А у нас, я помню, был, купил крупный телеком-оператор, вообще боксовую версию, и у нас тут несколько мажорных таких разрушающих релизов, в которых архитектура меняется. Вот, подходили, прошу прощения, как тебя величать, Олег? Вот, подходил, мы тут беседовали о финансах и о базах данных, как неправильно проектировать базы данных под финансы. И вот мы как раз тогда с апдейт-модели уходили, на нормальную инкрементальную модель. Вот, и тут несколько интеграций. И мы занимались точно тем же, мы передоговаривались, мы манипулировали, мы предлагали, предлагали какие-то другие методологии, подходы, то есть мы работали в ночь с понедельника на пятницу, и прочее, прочее, прочее. Это бизнес, поэтому то же самое, тем же самым приходится заниматься. Другое дело, что это воспринимается как ЧП, как авария. И система должна стать равновесной, вернуться к тому состоянию, которое должно быть на самом деле. Вот, поэтому в этом отношении мы не сильно отличаемся. Кроме того, что у нас general trend, это уйти потом от этого. Да, вот здесь мы сделали плохо и грязно, но уйти. Если это становится постоянной практикой, просто не выжили. У нас людей меньше. Мы не конкурентоспособны в этом отношении. И ситуация, когда из маленькой продуктовой команды продукт уходит, программный продукт уходит в аутсорсинговую компанию, это норма жизни, как и наоборот. Я ответил на твой комментарий? Супер. Итак, система ценностей, чужая боль. Примеры жизни. Прилетает человек срочным образом из своей коммерческой поездки, отменив все встречи домой, потому что у него жена начала рожать раньше времени. Выскакивает он, ну допустим, раз уж реальный случай, из Домодедова, подбегает к автомобилю, который уже две недели стоит на парковке, пытается оплатить. Оплата не проходит. Это три часа ночи. Поэтому при своей зарплате там 30 тысяч рублей в месяц, он за 5 тысяч рублей, ну это тогдашний, он едет домой ночью. То есть за шестую часть своего месячного бюджета. Вырванную просто из зубов неродившегося младенца и беременной жены. Вот если нет понимания, что за программным продуктом стоят люди, то все. Это финиш. То есть это вот тот самый принцип работы на тебе жизнь. И неважно, продуктовая, аутсорсинговая компания, аутстаффинг, ОПД, плохой, хороший аутсорсинг, неважно. Если нет понимания чужой боли, нет ощущения человека по другую сторону программного или графического интерфейса, сушите весла. Нетерпимость. Если нет внутреннего протеста, что это плохо, вот если ты видишь это плохо, и в твоей шкале ценностей, и в твоем мировоззрении это плохо, ну ты, ну хорошо, плохо, ну и то рано или поздно это плохо перестанет быть плохим. Оно станет нормальным и обычным. Знаете этот старый прикол? Дарт Вейдер, да? Рожден был рабом. Его отрубили руки-ноги, сожгли. Сожгли, а потом он завоевал галактику. А теперь назови мне свои отговорки, да? Поэтому, если у тебя не будет вот такой нетерпимости, тебе нечего делать. В разработке софта, как я считаю. Если ты не знаешь, как ты будешь сдаваться, ну не делай этого. Будет смешно. В лучшем случае будет смешно тебе и коллегам. В худшем случае посмеются все на рынке. Если у тебя нет четкого понимания, как это будет приниматься, неважно, заказчикам, рынкам, дяде Васе и так далее, нельзя этого делать. Иными словами, программировать нужно не в коде. Когда ты начинаешь программировать в коде, это называется ad hoc development. Это ты сразу пишешь код, который не является жизнеспособным. Программировать надо на вайтборде, на бумаге, в вики, или какой вы пользуетесь системой knowledge basing, и так далее. Неважно. Но программировать надо в голове и на бумаге. Ни в коем случае не в коде. А когда ты начинаешь программировать, на бумаге, у тебя сразу возникает вопрос критерий. Критериев успешности работы твоего алгоритма. И вот эти критерии как раз и являются тем, что твоим знанием, как это должно работать и как это будет сдаваться. Как шутил один мой знакомый, очень клевый инженер, половина разработчиков при всей своей навороченности не знают, что такое алгоритм. Что такое алгоритм? Ну так, мы же здесь собрались не постесняться, да? Я говорю, не стесняйтесь, я что еду. То есть, сколько ты не подавай на вход этой последовательности действий данные, одни и те же, ты всегда получишь один и тот же результат. А когда ты начинаешь программировать в коде, то есть алгоритм выдумывать на ходу, он перестает быть алгоритмом. Он становится чем? Багогенератором. Негативное мышление. Не всегда мир будет клевым. Не всегда ты будешь на него смотреть через бриллиантовые очки и там будут ходить розовые пони, крылатые с изумрудными единорогами и бабочками. Бабочек из торгать. Обязательно думай о том, что у тебя будет плохо. Не задеплоится, не взлетит, не заработает, не рассчитается, не запишется. Иными словами, хороший разработчик это не тот, который умеет хорошо программировать. Потому что программировать это базовый навык в этой профессии. А хороший разработчик и программист это две разные на самом деле профессии. Разработчик это тот, который берет программу и из нее вытаскивает все возможные исключительные ситуации. Для того, чтобы пользователь его величество пользователь, даже если он попадает в какую-то непонятную ситуацию, не спускал в сторону программы и разработчиков этой программы лучи добра. Поэтому негативное мышление это обязательная штука. Иными словами, каждый хороший разработчик, он в свою очередь должен быть хорошим кей-инженером. Без этого, к сожалению, никак. И раньше, когда вот инженеры это были столпы и двигали вперед прогресс, то инженерная подготовка в себя включала и научную подготовку, и непосредственно работу у станка, и в том числе и приемку. То есть вот тот старый принцип, когда строитель моста становился под мостом и по мосту пускали трафик. Или когда тот мастер, который лил пушку, в момент первого выстрела садился на свою пушку. И его либо расплескивал по окружающей действительности в виде ландшафта, вот смотри, плохой инженер полетел. Либо он начинал лить другую пушку. И так далее. Нанятые вами люди, либо позванные в вашу команду люди, они должны освобождать время. Тупая экономика. Если люди тратят ваше время, это вот перекликается с тем, что говорил Тарас, но у меня подход такой. Вот если есть человек, который там получает N, есть человек, который получает N поделить на 2, но при этом он занимает там какое-то безумное время того, кто получает N, то получается я время, умения, навыки, passion того, кто получает N трачу не туда. Я мог бы тратить на продукт. Я не в благотворительной организации, я делаю продукт. Я не развиваю человека. Я ему не папа, мама. Я ему среду создаю, который он должен развиваться. То есть, если он начинает тратить время, это банально с точки зрения бизнеса невыгодно. Просто невыгодно. в мясе между попой и диваном доллар не летает. Кто сказал? Билгеев. Браво. Вот. Продуктовая команда и неважно, хорошая команда, у которой есть система ценностей своя, там обязательно где-то находится, что мы все время в мясе. Даже если у нас есть свободное время, ну, такой термин. Если у нас появилось свободное время, например, мы там сдали релиз. Простейший пример. У меня релиз номер 2, который мы должны были сдать 15-го, он сдался вчера. Из-за этого у нас получился выходной день лишний, потому что мы с 7-го были и хотели 12-го доделать релиз, но мы его сделали вчера и все ушли на выходные. То есть, мы с понедельника на 2 дня раньше начинаем следующий. И соответственно, у нас вот кумуляция такая, мы на неделю позже на неделю раньше заканчиваем. У нас должны быть 31-го два релиза параллельно интеграционный с одним из банков и функциональный. Мы заканчиваем на неделю раньше. У нас не будет отдыха. У нас будут технологические каникулы, потому что мы месяц архитектуру пили, и там появились некоторые смешные вещи, когда мы на них через недельку две посмотрели. Вот постоянно идет драйв. Постоянно у нас появилось свободное время. Пойдемте вернемся, вернем технический долг. У нас трудности. Давайте вот всех, которые сейчас сидят, прохлаждаются, мы запаузим их проект, туда кинем и так далее. То есть жажда действия. Я человек боя, как говорил герой одного фильма. Я не могу сидеть на месте, у меня зуд в ногах, мне надо идти. То есть как только начинается вот такая вот расслабуха, давайте спокойно посидим и так далее, это уже смерть. Как только начинают в компании работать чемпионы города по настольному теннису, это значит с этим проектом что-то не так, и ты приходишь начинать смотреть, ну реально у меня был случай, когда чувак работал в компании и раскачался до чемпиона города. Я потом блин, ну елка, пришел, посмотрел, а там был аутстаффинговый такой проект, а там такая каша, я ж к заказчику у тебя там по мне что-то, да нет, давай решать и так далее и тому подобное. То есть, как только начинается останов, движение это жизнь, химия это всегда движение, все, всегда движемся мы, если мы останавливаемся, мы умираем, поэтому в мясе, в мясе, вот. Многошаговость мышления, об этом будем говорить сегодня очень много, что делает среднестатистический разработчик, когда на него баг засайнили. Он этот баг чинит, да? Он не берет, не разбирается, почему баг возник, не пишет на этот баг автотест, потому что этот сценарий может проявиться. Некоторые особенно уникальные люди, это двухшаговое мышление называется, первый шаг, ты исправил проблему, второй шаг, ты побеспокоился о том, чтобы она или не возникала, или даже если она возникала, у нас был ранний мониторинг. То есть не по факту, когда уже извините, верните нам те 30 тысяч, которые вы не туда положили. Реальный факт. Долго. Вот. Есть еще трехшаговое мышление и четырехшаговое мышление. Что такое трехшаговое мышление? Это когда ты выстраиваешь процесс, настроенный на то, чтобы кроме раннего предупреждения идентификации, у тебя с точки зрения разработки такие потенциальные проблемы раньше проявляли. А что такое четырехшаговое мышление? Это когда ты понимаешь, что все в этом мире деградирует, любой процесс деградирует, и ты выстраиваешь практики и процессы, которые контролируют, они деградировали ли у тебя процессы, допустим, автоматизированного тестирования, мониторинга и так далее. То есть, как правило, среднестатистический разработчик, он останавливается на первом шаге. Этого мало. За это потом придет больно. Чем меньше команда, тем на самом деле она эффективнее. Пусть она сделает меньше, но лучше. Авторитеты, общественное мнение, модные вещи, эта штука, ну вот, не должно быть от слова совсем. Мы внедрили agile. И что? Ну, компания закрылась. Молодцы. То есть, если речь идет о том, что это модно, это современно и так далее, это уже сразу запах. Это сразу запах, что ты вместо того, чтобы делать продукт, начинаешь кормить целый слой рынка, который, вот я очень много увлекался историей разработки программного обеспечения. И все вот эти новые штуки, которые сейчас размахиваются флагами, ха-ха-ха и так далее. Это все так мы работали давно. Это все новый маркетинг и бушет. Просто бизнес-тренерам, которые раньше продавали тот же самый IBM-овские процессы, им теперь надо продавать что-то более новое. Мы живем в обществе потребления. Даже если вещь устраивает, это только спутники на 386-х процессорах могут работать. В телефон нам 8 ядер подавай. Поэтому требуется обновление. поэтому ты начинаешь кормить бизнес-тренеров, которые вчера в захлеб рассказывали руб наше все, сегодня они тебе говорят agile наше все. И так далее. И это не только мой подход. Кто FDD увлекался, помните, как Джефф Делюка анонсировал свою самую реальность сейчас на текущий момент Fitcher Driven Development это самая на мой взгляд крутая agile методология. Вот. Он просто главу в книжке, в которой был одним из авторов, написал и весь мир ахмур. Потому что за вот этими двумя главами стоялось, что он в течение полутора лет с командой из 50 человек полностью реавтоматизировал один из банков, крупнейших банков одного из пяти азиатских драконов в Сингапур. Там, где активы банка больше, чем годовой бюджет Украины вместе взяты и даже если почки всех жителей продали. И он это сделал за полтора года с командой из 50 человек. Вот это я считаю жесткое подтверждение тому, что это работает, а не какая-нибудь мистические динозавры в вакууме. Разумный альтруизм. Кто читал цикл Ведьмак? Все мы ждем фильм, все мы играли. Кто помнит, кто такой Калифр с Ратом? Краснолюд, который группу беженцев ввел через обуваченную войну империю. И вот когда ему задают ну слушай, мы идем там 7 гномов 40 бабы-ребятишек. И тут вот лагерь беженцев там где кровь, боль, сопли, куча детей, женщин и так далее. Почему мы их не возьмем с собой? А мы мобильны. А если их возьму с собой не станет хуже прятаться. В результате так сейчас несмотря на то, что ты на меня смотришь как на полного подлеца выживут 7 гномов и 40 людей а так не выживет никто. Нельзя сделать весь мир счастливым. Делайте только какую-то маленькую область. Чудес не бывает. Вы начинаете делать счастливым весь мир. Начинаете осваивать все методологии, все технологии. Начинаете делать продукт, который охватывает там весь рынок или всю какую-то предметную область. Вы умираете от истощения или разочарования или от того и другого. Или вас убивают, чтобы вы не мучились. рынок убивает. Не бойтесь ошибаться. Система ценностей продуктовой и не очень продуктовой любой софтверной команды она должна базироваться на том, что ошибка это нормально. Это инженерная работа. Ошибки будут всегда. Инженерной работы без ошибок не бывает. Вот просто не бывает от слова совсем. Любая система ошибается. важно, как система реагирует на ошибки. И за ошибки нельзя наказывать. Ошибки надо разбирать. Как только вы начинаете наказывать за ошибки, вы убиваете в людях что? Честность. Еще. Инициативу, мотивацию, да. Потому что тут возникает уже Джекил и Хайп начинают бороться. Я хотел как лучше, но я тут ошибся. За что меня бить, да? Может мне помочь надо? Чувство вот такой врожденной справедливости не дает. Ух, как эта штука печет. Вот. Поэтому нельзя наказывать на ошибки. Их надо предотвращать. Если они случились, надо их разбирать. Нормально, действительно разбирать. Есть чудесные практики. Руткласс-анализ. Кто применяет? 5 почему. Супер. Вот. Докопайтесь до причины и поборитесь с причиной. И объем следствий станет меньше. Вскройте это. Команда прозрачная, команда маленькая. Все это увидят. И в следующий раз, прежде чем сделать какую-то капу, то я, ух ты ж, елки-палки. А Вася в прошлом месяце на том же запоролся. Нет, я туда не пойду. Я сюда пойду. Там снег башка попадет. Планирование. Это такая больная тема. Как правило, под планированием подразумевается написание некого списка задач с совершенно эвентуальными нереальными часами, календарными датами и так далее. Для того, чтобы большие дядьки могли прийти к инвестору, там, главе наблюдательного совета, выкатить план. А, смотри, ага. Вот. И соответственно отношение к этому. Нет. Любой инженер, у него планирование это единственный способ сконцентрироваться на работе. Единственный. От слова совсем. Он себе приоритизированный список задач составил, взял первую задачу из этого списка и забыл про все остальные. Он в прорыве, он в потоке. Он сидит и решает эту задачу. Он не думает о том, а что же будет когда я эту задачу доделаю. Он думает о цели этой задачи, о критериях достижения этой цели и так далее, и так далее, и так далее. Он думает о задаче. Потом он закончил эту задачу, он взял следующую задачу. Инструмент планирования для нормального инженера это инструмент фокусирования на работе. Для того, чтобы каждую задачу сделать на пике своих интеллектуальных возможностей. Если ты хороший инженер, ты пользуясь тем, что есть джуны, оставляешь себе самые интересные задачи, им всю рутину и вот ты над этими клевыми задачами работаешь и концентрируешься. Если ты так не делаешь, если для тебя план, то у тебя просто особенности человеческой психики. А вот я заканчиваю. А что я делаю? А тут функциональная связь. А как же? И ты начинаешь себя раздергивать. Тупо раздергиваешь свое внимание. Это больно. Это оборачивается ошибками. Ты говоришь, что у тебя плохая база данных. Я был когда-то на митинге, когда реальная история. Выбрали в качестве базы данных MySQL. А потом пришел дженерал инвестор и говорит, а я с фейсбуком договорился, они нам 10 миллионов пользователей отдают 10 миллионов и юзеров. И все такие архитекторы. Но ты сам это выбрал. Ну да, ошибся. Обработай как мужик. Не начинай натягивать сову на глобус. Не начинай придумывать, как MySQL обеспечить такую производительность. Пойди поточи меч. Либо выбери другой. Но трындеть об этом. Но это последнее дело. Это пустая трата времени и просто растаптывание в ноль своего внутреннего реноме. Своей внутренней репутации. То есть перед заказчиком, инвестором, перед коллегами. Нельзя этого делать. То же самое. Гордись тем, что ты делал. А не тем, какое оно клевое, блестящее инструмент. Иными словами, есть у тебя офигительный молоток, но при этом гвозди забиты криво. Пардон. Это Кошара Вальмаз. Да? Там у меня на спине написано. Кошерно, но воняет. Старая такая одесская подоворка. Никогда, никогда, когда вы делаете какие-то задачи, особенно задачи по возврату долга, нельзя делать вместе. инкрементальная разработка говорит о том, что сначала мы делаем первый билд, потом мы делаем второй. Мы не пытаемся как-то предвидеть, что там будет во втором билде. То есть, это бесполезное занятие. Иногда. Иногда нужно, но это отдельная тема для разговора. Мы не рефакторим код. Мы не рефакторим работающий код. Мы делаем фичи-свичинг и рядом пишем новый код. Мы используем метод рефакторинга, который называется ползучая миграция. Почему? Потому что, если ты рефакторишь существующий код, ты в него приносишь ошибки. Потому что, если код надо рефакторить, то он плохой. Хороший код рефакторить не нужно. А если код плохой, ты обязательно воткнешься в какое-то исключение, в какую-то ветку логики, которая после твоих изменений либо перестанет работать, либо перестанет работать как надо. или совсем, или хуже. И хорошо, если это там чужие деньги. А если это вот тот старый баг с интенсивностью излучения, когда покаялись, что мы 15 тысяч человек за 10 лет убили, раковые больные. Ошибка в программном коде установки, которая делает радиотерапию. Интенсивность излучения большая, человек получает смертельную дозу, умирает. Но мы не смогли его спасти, он был болен раком. Это официальный случай, признались, выплачивают компенсации до сих пор и так далее. То есть, когда на это завязана жизнь, то есть, нельзя ломать то, что ты уже дал пользователю. Возьми, вот, то есть, что у нас есть вот такой код, который не можно ломать, но перед тем, вы сказали, что любой код имеет баги, то как нам управлять эти баги, которые там есть? А что вам заважает сделать новый код? Новый код? Так, в котором нет баги, и частично трафик перевезти на него, а потом, когда вы будете уверены, что оно все работает, вы весь трафик заражите. То есть, нам треба менять его або заполнивать, а просто не треба его запускать рано. Так. Уровень компетенции плюс один. Обычно под этим говорят, что разработчик знает, как работает тестировщик, понимает его проблематику. Тестировщик знает, как разработчик, оба они знают, как работает менеджер. Это ложь. Это неправильное понимание, потому что знать о том, как что-то работает, но не иметь возможности применить это на практике. Это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Нужно в команде иметь все-таки возможность, чтобы кто-то мог проявить свои компетенции на других ролях. Тогда он получит уровень компетенции плюс один. А если он просто знает, что там есть такая проблематика, такие подходы и так далее, он просто знает. Знание без практики мертво. обоснованное бесстрашие это вот то самое, что команду не бояться. То есть нужно быть уверенным в себе, но желательно, чтобы за этой уверенностью стоял какой-то базис, твое знание о том, что ты делаешь что-то хорошо. архитектура это великая ценность любой команды. Архитектура это не объект. Архитектура это процесс. Вот как только вы начинаете понимать это, у вас половина проблем с архитектурой отпадает сразу. Почему? Потому что архитектура и дизайн это разные понятия. дизайн кода я имею ввиду. Кто разделяет архитектуру и дизайн кода? Маловато. Вот. Дизайн это ваши краткосрочные обязательства. Давайте скажем прямо передизайнить код, переразложить это все на другие паттерны и так далее можно. Вот архитектурные ограничения жесткие, движок базы данных, технология, разбиение на ноды, применяемый стратегический паттерн, event driven, cqrs и прочее это штуки сменить трудно. Это переписывание. И вот эта штука, долгосрочное обязательство команды, которые трудно поменять быстро, они должны стать величайшей ценностью. Потому что это вот тот самый стратегический дальний горизонт планирования. Без этого никак. То есть архитектура это должен быть не объект работы, это должна быть ценность. Будьте уверены, вами всегда будут недовольны. А если вы работаете в финансовом секторе, так там вообще люди в принципе не понимают, почему им бесплатно не отдают продукты, и поэтому им каждую копейку, они считают, что ее у них украли. Не они заплатили, а украли. Вот. Поэтому претензионка будет всегда. Если на уровне системы ценностей не будет осознания того, что претензионка будет, у вас никогда не появятся те правильные инженерные решения. Логирование, event-driven, handling ситуации, которые говорят о балансировании системы на грани сваливания, мониторинг системы и прочие правильные вещи, которые отличают живой продукт, тот, который находится в постоянной коммуникации с рынком, этого не будет. Потому что вам это будет неинтересно. Потому что вам интересно будет реализовать крутые алгоритмы, вам будет интересно реализовать бигдата, вам будет интересно пощупать какую-то технологию. А вот эта вот рутина, которая делает претензионку простой и легкой, она не будет вам интересна, вы ее не будете делать и потом вас жизнь начнет бить головой об стол. Мелочей не бывает. Это тоже ценность. Рутина на самом деле, рутина на самом деле Это тоже важные мелочи. Потому что если у вас много рутины, это означает, что вы где-то что-то недовинчиваете по автоматизации, по кодогенерации, по конфигурированию на лету и так далее. Сразу отвечаю на незаданный вопрос. Я не пропагандирую сейчас генерирование на лету C++ кода Haskell программы, и на лету она компилируется и исполняется. Нет, я говорю сейчас о адаптивности программ к данным и к поведению пользователя. Потому что основа функционального программирования, раз уже заговорили о Haskell, это не Haskell. Это парадигма, что данные управляют поведением программ. А уже все от этого пляшет. И будет там Haskell, либо там будет Моцарт, это уже не важно. Не жди, пока случится что-то хорошее. Ну, ведь в гендерных отношениях ты ж не сидишь, не ждешь, да? Почему ты это переводишь в свою профессиональную плоскость? Сидишь и ждешь волшебника на голубом вертолете. Бери в свои руки, ищи то, что тебе интересно. А зачем мне этот слайд сюда впихнул? Ну, это просто архитектура, да? Я вспомнил, зачем я слайд сюда впихнул. Все вот эти штуки, о которых я говорил, система ценностей и так далее, их лучше всего визуализировать, чтобы они были наглядными. Система ценностей лучше всего воспринимается как, на мой взгляд, пока лучшего способа не придумал. Приходит новый человек, даешь ему рабочую тетрадь, и сидишь с ним рукой, вот записываешь все это вживую. Это воспринимается очень хорошо, потому что это не по бумажке, не сиди, читай меню, это ты вот на уровне эмпатии, на уровне личностного общения. То же самое с архитектурой. Был когда-то, раз это ценность, был когда-то у меня неописуемый случай, я его всегда привожу. Тренинг в крупной компании, у нас там проблемы со скелетоном, вот раз есть время, можешь помочь? Я говорю, да, легко, я как раз такую предметную область поднимал. Управление бизнес-процессами и моделирование бизнес-процессов компании. То есть такой кейс-средств для того, чтобы описать бизнес-процессы, несколько бизнес-моделей, грубо говоря, бизнес-модель 2015-2016, сравнить их и получить полное отличие, и получить бизнес-план по переходу к следующей бизнес-модели. Могучее такое средство для планирования бизнеса крупных корпораций международных. Ну, там со скелетоном проблемы, ну давайте, показывайте. И они, ну, открывают ИДЕ, начинают проект обновлять. Я говорю, вы что, обалдели? Ну как же, вот скелетон, я говорю, схему мне покажите. В терминах на разных уровнях. Потому что вы с этим кодом работаете, вы этих проблем не видите. Вы хотите, чтобы я 4,5 мегабайта кода за 3 часа освоил? Нет, спасибо, ребята, но вы мне польстили. То есть визуализация наша все. О ней еще сегодня будем говорить. Основная проблема, безусловно, это человеческий фактор. То есть все вот эти системы ценностей, о которых я сейчас рассказывал, которые наверняка есть у вас. Все, это все расплескивается, когда никто не хочет идти на баррикады. Вот поэтому одна из основных ценностей, что вместо того, чтобы стоять на баррикадах, ты кого-то лечишь, убеждаешь, что баррикады это на самом деле хорошо. Да, нельзя терпеть, надо идти вперед. То есть вместо того, чтобы делать что-то хорошее, ты... Кто знает из какого фильма это кадр? Le Miserables. Это мюзикл. Да, 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 да. Вот, как раз они там офигенную песню поют. Поэтому, вот тоже комментируя, что люди, на которых ты тратишь время, чтобы их пролечить, не дают действительно людям уже, которые готовы, которых лечить не надо, зайти на баррикады и сделать революцию в продукте, раз уж ее приходится делать. Это беда, от таких людей надо избавляться. Касательно процессов и практик. Я... Меня просто разрывает, когда люди говорят, мы ставим процессы, мы внедряем практики. Это попахивает такое какое-то внедренчество, постановленчество, каким-то таким совковым подходом. Такие вещи только взращиваются. Вот только взращиваются. Жизненный цикл. Жизненный цикл, на мой взгляд, это самая важная метрика... Да, Тарас, я никак не могу избавиться от этой картинки, она мне офигительно нравится. Но я уже придумал другую. Вот. Жизненный цикл – это самая важная метрика любой фичи. То есть, вот не прошло и двух часов, как мы говорим фича, фича, фича. У кого какое мнение, что такое фича? Какая-то функциональность для визера, который может пощупать и спорвать что-то, что позволит ему жить удобно. Браво! Браво! Как тебя видишь? Сергей. А здесь Сергей? Да, Сергей очень клёво. Штука, которая помогает жить. Иными словами, ценная штука. То есть, значимая. Ну, архитекторы баз данных знают, да, что такое значимые и что такое незначимые сущности. Незначимые сущности, а вот значимые, там аудит, контроль целостности и т.д. и т.п. и т.д. Так? Вот. Фича – это нечто значимое для пользователя. Значимое и ценное. Соответственно, чем меньше жизненный цикл фичи, тем лучше. Почему? Квикфейл. Мы можем выйти, дать не ту фичу пользователю, пользователь расскажет «хочу вот это», мы ему даем новую и т.д. Ну, или конкурентов опередить. То есть, чем меньше жизненный цикл фичи, то есть, чем меньше времени происходит от возникновения идеи до реализации, тем выше конкурентоспособность команды по разработке софта. Они не сидят на месте, они не ждут. Они как чайки. Летит идея, она до воды не долетает, ее хватают и уносят. Вот. Не очень хорошее сравнение, да, потому что чайки потом еще людям на голову. Ну, бывает, да. Софт – это же продукт человеческой жизнедеятельности. Это может быть как конфетка, так и не очень. Итак, какой я выстроил жизненный цикл? Возникает идея, и она транслируется в цель, чего мы хотим добиться. Это вот то самое намерение. Нам хотелось бы добиться, чтобы у нас были платежи через какой-то банк, или по такой-то карте, или чтобы мы могли дать пользователю возможность оплатить билет, авиабилет. Те, кто работает в сфере электронных платежей, те знают, что платеж за авиабилет – это 3-4 и больше вложенных распределенных транзакций. Потому что вот эти 100 долларов, которые вы платите, раскладываются на кучу разных абсолютно точек приема денег. И это все завязано в один. А если ты можешь купить билет, но при этом не забронировать отель, ты можешь потом вычесть оттуда деньги, если вдруг сбой бронирования, и так далее. ГДС системы, прочая-прочая ерунда. Страшные неприятные штуки. Распределенные транзакции никто не любит, я в том числе. Но это жизнь. То есть ты формируешь некую цель, некое намерение вместе с заказчиком. После чего ты обязательно оцениваешь критерии и выводишь критерии. То есть как проверить, что мы цель достигли. Потому что просто цель – это слова. Слова, которые описывают, как проверить, что цель достигнута, это уже что-то. Ты оцениваешь следствие. То есть если ты эту фичу внедришь, дашь рынку, что произойдет? Ты заработаешь больше денег. Если нет – пахдон. Нам такой гаяль не нужен. Нам нужно что-то более интересное и ценное. Ты определяешь ценность. После чего ты начинаешь прорабатывать сценарии поведения и приемки. То есть сценарий поведения – это наш алгоритм. Вот то самое программирование на бумаге. А сценарий приемки – это то, как мы будем сдаваться. Мными словами, наш тест-кейс, который мы потом, как грамотные, прогрессивные люди, автоматизируем и забудем про эту фичу. И у нас будет инкрементальная разработка. Каждый раз мы будем запускать этот автотест, и он нам будет говорить, что у тебя тут все ок. Потому что написать автотест без сценария невозможно. Точно так же, как и код написать без сценария невозможно. Другое дело, что ты сначала написал сценарий, а потом перевел его на язык программирования. Или ты сразу начинаешь его в коде лопатить и генерируешь много смешных и не очень вещей. После чего ты начинаешь прорабатывать решения. Причем в решения, непосредственно в реализацию, входят в том числе практики, в том числе прототипы. Прототипы как инструмент тестирования сценариев, инструмент тестирования требований. Самый дорогой, но иногда самый эффективный. Потому что вот этот анализ требований, анализ требований, когда люди сидят, ну да, тут все хорошо, а потом приходят инженеры и говорят, вы что, с дуба упали, как я вам это сделаю? Это просто сидеть и втыкать на тезисы о том, что должен уметь продукт. Сделать прототип это уже что-то интереснее. Но главное при этом не пообещать заказчику, что прототип это уже часть продакшена. Что очень любят делать менеджера. Плохие менеджеры. После этого проходит ревью сценария, то есть ревью поведения. Не после того, как вы сценарий написали, а уже когда решение появилось. Потому что как вы написали сценарий, они все еще хорошие. Это же мой ребенок, да? Это я через 10 лет узнаю, что он гад ползучий. А сейчас он... После этого возникает обязательство. Только после этого возникает оценка. До этого все оценки это такие пальцем в небо. Ну просто на базе опыта я могу сказать, что порядок работы там 38 попугая, да? Или там некий условный человек о неделе. Точное обязательство, how much is the fish, появляется только после того, как ты на вот этих трех этапах придумал, как это работает, как это будет сдаваться, и отревьюил это все. После чего ты начинаешь писать реализацию. Код и тесты. Тесты именно тест-кейсы. Вот. Потому что я... Все тесты, все дискуссии по поводу TDD и функциональных тестов, которые пишутся наперед, в свое время очень клево главный архитектор Бехата развел. Вы знаете, на моей практике действительно работающие, живущие тесты, они пишутся после устакания бизнес-логики. Ну, будем ей верить, да? После этого проходит обязательно релью. Еще одну. Тесты, архитектуры, код, практики. Причем желательно в другую команду отдать. Точнее, не команду, а рабочую группу. Я работаю по принципу рабочей группы. У меня нет жестких команд. У меня динамически формируемые рабочие группы. После этого разработчик, тот код, который он написал, ему тот, кто является, например, функциональным лидером, либо технологическим лидером, сказал, да, у тебя тут все окей. А тестировщики ему сказали, да, с тестами все окей. Он начинает это все проверять и отлаживает. После чего он проверяет тестировщик. Иногда они делают это все вместе, если вы применяете слайсинг-девелопмент. Уже говорили сегодня об этом. Потом желательно поменять тестировщика и поменять среду, чтобы исключить вот это у меня компилица. Соберите на другом компьютере. Виртуализация помогает. Соберите, проверьте еще раз. QA1 это может быть уже и автотест. Тут вопрос размыливания взгляда. Робот, он самый надежный. Если есть нормальные тесты и хорошее покрытие, лучше их сразу заавтоматизировать. Это уже издержки финсектора. Несколько тестовых сред. Дев-среда, тестовая интеграционная среда, зеркало. Зеркало это полный аналог боя с данными боя, но только данные выхолощенные. И там ты уже тестишь все, что касается нагрузки, влияния больших объемов данных и прочее, прочее, прочее. И там уже другая команда тестировщиков, которые выпускают. Ты обязательно должен сделать план выкладки и показов. Только так. Не бывает плана выкладки без плана показов. Потому что как ты убедишься, что ты выложился успешно, если ты не можешь это проверить? Желательно проверить автоматически, потому что за те, там несколько минут, пока новый релиз находится на бою, могут случиться разные прикольные штуки. Обязательно у тебя вот в том стиле негативного мышления должен быть план отката. Если у тебя разрушающие действия, ну тогда у тебя должно быть рядом ядро, отдельное, на которое ты переключишься. То есть, если не разрушающие, ты просто выключаешь старую фичу, то есть тот самый фичи свитчинг. На фичи свитчинге, то, что мы обсуждали, построены многие современные архитектуры. Первыми это начали делать фликеровцы. Кто следит за блогом хайлодовским с архитектурами фейсбука, твиттера, фликера и прочими-прочими. Там, где просто описываются архитектурные решения мировых брендов. Ну, кому интересно, пинганите меня потом, я ссылку пришлю, но она гуглится самостоятельно. План отката должен быть, то ли через фичи свитчинг, то ли переключение между платформами, то ли переключение между нодами внутри одной платформы, когда нода новая версия, и так далее. Все зависит от степени влияния билда. Если степень влияния большая, то есть и бизнес логика, и модель данных, и сервисный слой, и гуи затронутый, то лучше между отдельными платформами переключаться. Потому что виртуализация это тоже не панацея, там иногда могут быть смешные вещи, как вот буквально недавно в КВМе поправили баг, когда виртуальный сетевой интерфейс при переключении, то есть при имитации выдергивания сетевого шнурка, он тупо не поднимался, требовался рестарт гипервизора с автоматическим рестартом виртуала. Чудесное продакшн решение. Вот. Потом вся команда начинает готовиться к выкладке. Выкладывается вот одним из тех методов, о которых я говорил, после чего начинается тестирование. Желательно автоматизирование. К тому моменту ваша система мониторинга должна быть пополнена новыми тестами, и вы просто тупо запускаете тест нового функционала, плюс те вещи, которые невозможно оценить компьютером, например, семантику данных, уже оценивают тестировщики, как правило, команда QA2, которая тестировала на зеркале. вы смотрите, не завалится ли, потому что включили работы, все хорошо, через час все завалилось. Потом вы начинаете анализировать блоги, отобрабатывать отклики, чинить баги, а дальше ваша печаль либо развивается, либо дофнет. Вопрос. Какая команда может это делать? Все обычно рисуют вот такую клевую команду. На самом деле есть не бывает. Вот такая команда способна так работать. То есть да, некоторые элементы талитаризма в этом есть. Приоритет общего над частным. И в принципе вся современная западная цивилизация построена на примате личного. Но конкретно в разработке софта без вот такого к сожалению не обойтись. Какие при этом возникают паттерны и антипаттерны? Самый главный антипаттерн не воспринимать это как некий вернее самый главный паттерн не воспринимать какие-то шаблоны практики и процессы как нечто константное как нечто правильное. Был такой не самый неизвестный на этой планете чувак Рене Декар и вот он ввел принцип критического сомнения. Сомневайся всегда во всем. Если тебя это что-то вот сейчас этот подход практика инструмент молоток устраивает не факт что это будет длиться сколь угодно долго. Сомневайся в нем. Ищи что-то новое. Поэтому основной паттерн это целесообразность. Вот конкретно здесь и сейчас для достижения твоих целей нужны вот такие инструменты подходы практики процессы люди. Вся вот эта моднявость всех базбординг должен уйти на второй план. система ценностей гораздо важнее процесса. Вот гораздо важнее. Любой процесс если существует система ценностей работает. Если нет системы ценностей не работает ни один процесс. нельзя вещи взращивать внедрять. Люди это люди это хрупкие создания с нежной психикой. Это же не ленточные черви которым можно какими-то манипуляциями нарастить три кольца. Эти вещи только взращиваются через понимание. Через так называемый тот самый японский принцип опыт через действия. Через ошибки. Дать ошибиться показать как можно сделать лучше. То есть дать попробовать запах успеха. Иначе внутренний самоконтроль самоуправления работать не будет. И ваша самоуправляемая команда превращается в команду в которой нужен иерархический слой. Гигиена как чистить зубы. То есть если вы о чем-то договорились вы это делаете всегда. Просто всегда. Посмотрите на гендерные отношения. Примените какой-то принцип. Вы не делаете так что сегодня я ее бью а завтра у нас полный ми-ми-ми-ми-ми. Нет. Чудес не бывает. У вас или полный ми-ми-ми-ми или что-то среднее. То есть надо это делать постоянно. Я не провинный. Нельзя разделять команду на физиков и лириков в зависимости от проекта нужны или такие или такие. самая идеальная команда это кто это пять человек лидер да такой зрелый чувак который способен потянуть все две рабочие пчелы брызгун идеями тот самый физик который может сгенерировать самую безумную идею но не никогда не доведут и до конца и тролль 80 уровня который всех загубить вот нельзя вот мы собрали физиков поэтому мы сделали что-то высокоинтеллектуально вернее собрали лириков сделали что-то высокоинтеллектуально собрали физиков сделали что-то реально нет не бывает мы работаем в сфере с максимальной степенью неопределенности нам нужны и те и другие поэтому когда мне говорят я уволил потому что он физик теоретик или я уволил потому что у него слишком лирический склад ума для разработки софта я этого не понимаю я не говорю что это плохо я просто не понимаю возможно я не знаю чего-то в разработке софта возможно но я видел немало команд в которых вот такие казалось бы бесполезные люди до лирики какие-то являлись двигателями генераторами идеи рождали продукты и если вы почитаете историю продуктов то там обязательно какой-нибудь лирик от которого все хотят носите низком пишет мало кода или не пишет его совсем они двигали эти продукты вперед они рождали идеи они смотрели под другим углом цените все учитесь сдаваться вот та история которую я рассказываю про разработчика который последовательно применял google driven девелопмент friendly driven девелопмент овертайм driven девелопмент пока driven девелопмент а потом пришел в пятницу на недельные задачи за два часа до релиза и сказал с выражением безнадежного героизма ну релиза не будет но я сделал все что мог вот это неправильно так нельзя ложная профессиональная гордость это то что настигает нас когда мы получаем гордую приставку senior нашей приставки девелопер и мы начинаем бояться сдаваться ну как же папка не ошибается папка всегда прав вот у меня что-то хомяки что они про меня подумают да я с кушистым хвостом поэтому вот эта штука которая в себе надо выжигать каленым железом протест весу сопротивления два разных понятия вы можете просто да у вас быть недовольными чем-то да вот эта фигня вот у нас все гаэ у нас все плохо пошло и неинтересно что ты сделал ну реально вот ты взял ты пришел там посидел выходные принес какой-то вот смотрите вот можно там ты инженер или где или как или зачем то есть если ты просто протестуешь но при этом не сопротивляются ну извини ты достоин того из той среды в которой ты варишься гениальные методологии гениальное решение рождается только тогда когда в мутном болоте появляются люди кофе знаете все да эту притчу что окей потом расскажу она не очень прилично то есть окей хорошо что если в воду бросить ложку г то это будет вода с ложкой г до в бочке воды это г растворится если бочку ложку меда то этот мед тоже растворится от если кофе туда отсыпать то это уже все равно станет кофе пусть плохонький но кофе то есть изменяйте ту среду в которой вы живете иначе среда изменит вас если в среде плавать много г в игре и станете грубо говоря если все время в бочку сыпать ложечками г то какую ложечку потом не возьми там частичка г и обнаружится вам надо поэтому будьте людьми кофе а деградации все деградируют софт деградирует и самое главное что деградирует он из-за того что итеративная инкрементальная разработка это наше все итеративная разработка это прямой путь деградации архитектуры и кода потому что итеративная разработка требует от тебя не концентрироваться на релизах плюс 25 ты концентрируешься здесь у тебя возникает не технический долг а предпосылки к невозможности реализации фичи номер 25 когда ты делаешь фичу номер два и ты начинаешь принимать странные решения в том числе тупиковые решения это нормально это можно уменьшить степень влияния но побороть нельзя никогда если вам кто-то обещает мы поборем вашу деградацию кода плюньте ему в глаза лучше табуреткой ступить он вам врет хочет залезть ваш карман код деградирует это естественная причина естественно для любого процесса а вот уже как вы реагируете на эту деградацию насколько сильно она проявляется насколько у вас много практик которые направлены на то чтобы эта деградация уменьшала степень влияния на вашу команду ваш продукт и так далее это уже другой вопрос если вы чего-то решили ну дарит доводите дело до конца компромисс это решение которое не устраивает ни одну из сторон вот был такой не самый глупый человек от афон бисмарк он говорил что договор между кем-то это всегда ситуация осел плюс в садик но кто-то везет а кто-то едет и компромисс это вообще нечто непонятное старайтесь быть тем кто в саде будь настаивайте на своем тогда деградация будет проще качайте не только мотивацию но и дисциплину потому что и я буду сегодня говорить о дисциплине разработчика это очень важно мотивированные люди не спаду они способны некоторое время потянуть продукт а потом должны прийти дисциплинированные архитекторы и разработчики которые вычистят все эти авгиевые конюшни до лопатами будет все что высокомотивированные люди туда накидали начнут уже делать нормальный продакшен не бывает друзей врагов бывает с точки зрения целесообразности помним про неё попутчики которые либо устраивают либо не устраивают не надо так вот кидаться из крайности в крайность нельзя научите не учиться переведите на другую работу не надо объявлять сразу человека врагу идеологический враг многие команды на этом спалились у нас есть система ценностей кто не не исповедует тут враг а может быть он будущий архитектор новой системы ценностей который просто другим взглядом обладает он принесет мне что-то реально крутое и друзья очень часто это кто причина деградации все все хорошо всем фаново все на одной позиции стоят и нет какого-то человека вредного который приходит горит у нас так плохо я чувствую что здесь что-то что-то пахнет и так далее враги очень полезны для того чтобы деградации не было многоконтурность процессов то что я говорил не надо делать только те процессы которые направлены на создание кода еще придется делать те процессы которые направлены на предотвращение деградации по любому без этого а все я понял зона действия прозрачная работа над ошибками вот то что я говорил нельзя во первых людей унижать любая ошибка которая случилась команде это общая проблема если вы начинаете над ошибками работать непрозрачно да то есть там как-то заметать их под ковер пытаться их спрятать это причина деградации постоянные команды это тоже причина деградации замыливание взгляда делайте рабочие группы матричная структура кто знаком с теорией организационных структур предприятий о чудесно наверное какой-то вы не бизнес аналитик случайно нет просто ну вот то что я говорил проект по бизнес моделированию я там этого почерпнул очень интересно заставило меня подумать о многих вещах делайте все со всеми вас нет должности у вас есть роли ведущий разработчик это не компетенция и не квалификация не зарплата это конкретно на этой фичи он главный и я например часто работаю в режиме вильна касса у меня закончились менеджерские задачи летом что-то с кем-то пообщался кому нужно помочь я могу ведомым разработчиком зайти в какую-то пару либо тройку я применяю пары разработчик тестировщик могу допустим докинуть свои руки чтобы быстрее сделать ведущий ведомый это не квалификация и не деньги это зона ответственности и отношения заказчик исполнитель это нормально то есть если вы строите рабочие группы которые собираются для работы на какой-то конкретной фичей эти группы не постоянно то у вас процессы вот эти многоконтурные то что вы вводите пятничный knowledge sharing audi базы знаний это само собой просто происходит это фоновая работа это часть обычной работы вы экономите деньги все равно будет какая-то нехорошая нехорошие вещи все равно придется принимать решения в угоду бизнеса и привносить то есть быть шизофрениками вы приносите грязь при этом вы нетерпимы к этой грязи да это жизнь это айти детка но для этого есть очень хороший жизненный принцип это помогает ну если не помогает тогда один способ напиваться вот шутки шутками но до приходится принимать грязные решения в угоду бизнеса в угоду деньгам но это понятно но как вы потом эти решения обработать как вы поборетесь какие вы практике как вы вернете этот долг как минимум вы опишите этот долг и так далее это только от вас зависит не от какого-то там бизнес девелопмент менеджера на которую в вашей компании стоит от вас самое главное кто в танчике играет стыдно признаться не мой это не я нельзя делать софт любой ценой овертайм дрейвинг девелопмент если вы еще за него деньги платите вы убиваете систему ценностей убиваете процессы убиваете команды power time или все уходят отдыхать так а не иначе иначе вы просто-напросто вы требуете от людей какой-то системы ценностей то есть какого-то внутреннего пешина соблюдать какие-то общепринятые правила и сжигаете их сверхусилиями и того вот я поделился с вами взглядом на то как как в моем понимании выглядит система качества самые главные компоненты это система ценностей эта команда это жизненный цикл отход от как от любого из принципов возможно но это должно быть взвешенное решение ну например пропустить круг тестирования или например выдать точную оценку до ревью сценария потому что это простая рутинная задача и она понятную заказчик тогда но это взвешено это происходит не от того что вы забыли или сделали это намерение то взвешено как правило коллегиальное решение какую не опускаем у нас же гибкие процессы наши джайл все какой-нибудь это пропускаем и переходим к следующим осознанности взвешенность и я поделился с вами самым главным это система ценностей потому что жизненный цикл это понятно это клево да там все очевидно а вот система ценности как правило это непрозрачные вещи готов это обсуждать и готов приводить примеры из жизни но на мой взгляд это самое главное что может быть потому что любая компания это люди а люди это как правило отдельные мировоззрения отдельные системы ценностей то есть качайте систему ценностей я хочу пожелать вам поменьше заниматься всякой кошачьей хиромантией и прочими непрозрачными вещами которые для вас совершенно неочевидны вредны ваше время и хочу чтобы у вас появились красивые команды в которых бы вы бы взращивали клевых разработчиков тестировщиков менеджеров которые делали бы ваши продукты клевыми классными делали вашу жизнь проще и богаче вот всякие интересные слова на погуглить там total quality менеджмент бизнес гол 3с тогда и тому подобное до презентажки будут выложены вот можно не фоткать вот как и клевых слайда это так и я готов ответить на вопросы